Среди паукообразных, странствующие пауки признаны самыми ядовитыми. Из-за своей ядовитости в 2010 году они попали даже в Книгу рекордов Гиннесса. Их природный ареал ограничен и охватывает лишь тропическую часть Южной и Центральной Америки. Название рода переводится с древнегреческого языка на русский как убийца. Наверное, мало кто знает, что яд странствующих пауков приблизительно в 2-3 раза сильнее, чем яд черной вдовы, который считается очень ядовитой. Их яд содержит мощный нейротоксин, вот с таким названием. В определенной концентрации он вызывает потерю контроля мышц с последующей остановкой дыхания, что приводит к параличу и в конечном итоге удушью. Укус странствующего паука не такой болезненный, и тем не менее яд вызывает моментальное заражение лимфатической системы. А при попадании в кровеносную систему 85% случаев приводит к отказу сердца. Пациенты чувствуют сильное окоченение. К счастью, от яда странствующих пауков существует эффективное противоядие, поэтому зафиксированное количество смертельных случаев из-за укусов небольшое. Яд некоторых видов очень эффективно применяется в медицине. Например, его используют для изготовления сильнодействующих обезболивающих средств, которые применяют при лечении онкологических заболеваний. На сегодняшний день известно 8 видов странствующих пауков. Так как ареалы всех видов пресекаются в Бразилии, то их называют еще бразильскими странствующими пауками. Для каждого вида на русском языке нет отдельного названия. Но зато у них есть научные названия. Например, вот этот вид. Любят селиться на банановых плантациях, поэтому его называют еще банановым пауком. И он нередко проникает в жилища, забираясь в шкафы с одеждой и обувью или в мешки с бытовыми отходами. А иногда его завозят в Европу в ящиках с бананами. Последний раз его обнаружили в 2014 году в одном из супермаркетов Лондона. Странствующие пауки не плетут паутину. Они всегда находятся в поисках пищи, из-за чего и получили свое название. Внешне все очень похожи друг на друга. Средняя длина их тела примерно 4 см, а в размахе лап некоторые виды могут достигать 17 см. Самцы мельче самок. Странствующие пауки очень активные, быстрые и агрессивные. Но на человека могут напасть только в целях самозащиты. Питаются они различными паукообразными, насекомыми и мелкими позвоночными, ящерицами, амфибиями, грызунами и птицами. В зависимости от вида, брачный сезон длится с апреля по июль. Самцы осторожно приближаются к готовым к облаготворению самкам, а после спаривания быстро убегают из-за опасения быть съеденными. Через 2-3 недели оплодотворенная самка откладывает кокон, в котором может быть до 3000 яиц. Она храняет кокон не только для вылупления паучков, но даже до первой линьки своего потомства. Именно тогда паучки смогут сами себе позаботиться. За сезон одна самка откладывает до 4 таких коконов. В дикой природе странствующие пауки живут до 8 лет. Хотя этих ядовитых пауков ученые изучают уже давно, но о них все равно известно еще очень мало. Как, впрочем, очень мало известно и о других представителях животного мира. Субтитры создавал DimaTorzok